В данном видео мы рассмотрим, как запускать проигрыватели синхронно, то есть в ритм. Проигрыватель пуст, то есть на нем не загружен трек. Загрузим один любой трек из нашей библиотеки. У нас замигали две наши круглые кнопочки. Изучим их. Кнопка Play и Pause запускает, останавливает и продолжает трек. Чуть выше кнопка Cue. Она воспринимается как кнопка Stop, но на самом деле она возвращает трек в стартовое состояние. И эту точку старта мы можем изменять. Надо остановить трек, подкрутить винилом любую точку, которая нам нужна, и зафиксировать Cue, то есть нажать на нее снова. Сейчас применяю функцию Auto Loop, то есть зацикливаю интро части в обоих треках. Привыкаем следить за ритмом и чувствовать его. Пробуем запустить проигрыватель номер два. Пять, шесть, семь и... Все, что звучит не в ритм, диджей называет Кони. И кажется, у нас ничего не получилось. Чтобы было в ритм, надо настраивать только две вещи. То есть речь идет о подготовке трека. Первое, это настройка его темпа, BPM трека. Второе, это настройка точки Cue, с которой мы будем запускать трек. Сейчас точка стоит на первой доле, как нам и надо. На первом проигрывателе устанавливаем точку Cue так, как умеем. Я это сделаю через сохраненную точку. Подробнее про это в другом видео. Чтобы запустить трек в квадрат, обратите внимание, что цикл первого трека состоит из 16 битов, или из двух восьмерок. Это значит, что первый бит запускаемого трека должен совпасть с первым битом играющего трека. Настроим BPM трека под первый. И так как второй трек был чуть меньше по скорости, чем первый, значит мы его чуть-чуть подгоняем пальцами за край вертушки. Пробуем еще раз, тренируем моторику пальцев. Запустили трек чуть раньше, поэтому мы можем его притормозить, опять же, джогом. Аналогичным представленным образом мы можем запускать ко второму треку первый трек. Подгонять джогом вперед-назад. Другие креативные способы запуска трека. Продолжение следует... Продолжение следует...